Приветствую вас, друзья, в новом 2024 году. Последнее видео на нашем канале стало очень популярным. Я рад, что вам понравилось. В наше время есть, наверное, только один дефицит. Дефицит правды. И мы стараемся, как можем, до вас эту правду доносить. Благодарю всем, кто смотрит, подписывается на канал, оставляет комментарии. Я всегда просматриваю ваши комментарии, стараюсь по мере возможности отвечать. И к видео о прогнозе на следующий год, если ты еще не смотрел, ссылка в верхнем углу экрана прозвучала немало интересных тезисов и вопросов. В общем и целом, их можно разделить на три категории. Философские, язвительные и практические. Философы вдумчиво прослушали информацию, во многом согласились, поспорили о том, что есть смерть, это есть конец или начало, и есть ли она вообще. Философские, многие вдохновились и задумались, как же все-таки свалить из города и начать жить в природе. Но большинство остались при своем мнении, что на природе, конечно, хорошо, спокойно и красиво. Но где бы ты ни жил, нужно мыслить и поступать правильно, и все будет хорошо. Как человек, родившийся и проживший две трети своей жизни в городе, я их понимаю. Сложившаяся жизнь, устоявшийся социум, привычная картина мира, нежелание что-то менять, страх выйти из зоны комфорта. Тем не менее, мои дорогие философы, я с вами не согласен. Оставаться в городе нельзя при любых раскладах. Даже если не прилетит ракета, а они прилетают именно в густонаселенные районы, так как ракеты нынче дороги, и запускать их в лес нерационально. Даже если не поймают мобилизатор, даже если ты покупаешь воду, топленную из ледников, занимаешься йогой, кушаешь здоровую пищу и сортируешь мусор, ты все равно дышишь отравленным воздухом, а значит оставаться здоровым в городе невозможно. А для наших высокодуховных зрителей, которые пишут о том, что главное оставаться высокодуховным, где бы ты ни жил, с прискорбием сообщу, что это большое заблуждение думать, что можно и в городе поддерживать уровень своих вибраций на высоте. Так как город – это не только физически грязная среда, это в первую очередь информационно и энергетически грязная среда. И оставаться свет и чистым, когда вокруг тебя толпа, полная страхов и страстей, невозможно. По моему мнению, просто что происходит? В бетонной коробке человек утрачивает важнейший инстинкт – инстинкт продолжения рода. Это вообще инстинктивная потребность человека. Это у любого животного даже это есть. А у человека и тем более – инстинкт продолжения рода. А он утрачивается за счет чего? За счет того, что человек оказался в среде, которая не предназначена для проживания. Она предназначена для какого-то временного пребывания. Вот я вам напомню, в 20-е годы прошлого века Чаянов написал такое фантастическое произведение свое. Оно называется «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Фабула этого произведения краткая к чему сводится. Вот брат приезжает к нему из Америки. Он там жил долго и не знал, что тут происходит в России. Впервые оказался. Его ночью привезли. Он утром просыпается, выходит на балкон в Москве. И с удивлением обращается. А что это такое? Он говорит, как, а ты-то разве не знаешь? Так у нас в 60-е годы к власти пришли, вернее, он писал о далеком 69-м годе. В 30-е годы к власти пришли разумные люди, и они приняли законы, которые теперь запрещают строить города численностью более 300 тысяч человек. У нас все города снесли, которые были. И города численностью даже до 300 тысяч человек остались только как места для временного присутствия. То есть, в города приезжают на учебу, в музеи, в театры. Но там никто не живет. Там живут только те, кто обслуживает приезжающих. Главное, можно на работу приезжать. Да. Нет, там-то он говорит о ситуации, когда там проживают только те, кто обслуживает приезжающих временно в города. А у нас с вами процесс пошел прямо в противоположном направлении. Мы все сосредоточиваемся в городах, но вы представьте себе рыбку, которая вообще-то живет в соленой воде, а ее поместили в пресную воду. Ну, наверное, что-то будет не так. Вот как нас с вами. Человек создан для жизни в природных полях. Наш организм – это набор резонаторов разночастотных. И этот набор резонаторов работает как единый оркестр в том случае, когда он настраивается по единому камертону. А камертоном выступают природные поля. Именно поэтому нас тянет на природу. Не потому что водка, а просто это органическая потребность – оказаться в природных полях. Именно поэтому все великие всегда уходили из городов. Чем тоньше структура человека, тем тяжелее ему находиться в толпе. Вот, например, что нам готовят глобалисты. Из новенького. Известный американский невролог Джеймс Джордана рассказал о проекте, который делается по заказу DARPA. А DARPA – это некое подразделение Массачусетского технологического университета. Проект неинвазивной нейромодуляции нового поколения. Он утверждает, что по проекту, вдыхаемые людьми, ну вот, например, посредством сброса химтрейлов, наночастицы трансформируются в сенсоры и передатчики и используются для построения в мозгу сети, позволяющей читать мысли граждан, а также записывать туда информацию дистанционно. Киберсфера теперь проникает в церебросферу отдельных людей, говорит Джордана. Продолжение следует... Мир Оруэлла уже наступил. Война. Биороботы. С кем общаться? Как жить? А завтра? Банковский кризис, блокировка счетов, голод, еда из жуков, уничтожение природы, отсутствие питьевой воды, социальные рейтинги, 15-минутные города-тюрьмы, тотальный контроль. Вы ничего не будете иметь и будете счастливы. Мы сделаем вас счастливыми. Что делать? Есть ли выход? Да, другой мир возможен. Мы создаем заповедные территории, чтобы жить свободно, в радости, в окружении друзей и красоты природы. Мы не отшельники, не секта, не трудовая община. Мы создаем биосферные поселения по всему миру. Приезжай в Карпаты на шестой международный биосферный форум. Ты увидишь все своими глазами, научишься обеспечивать себя всем необходимым, сможешь дать образование своим детям, наполнишься энергией и вдохновением, и поймешь, какой прекрасной может быть твоя жизнь. И не надо говорить, что распылят и над нами, так как распылять над лесом химтрейлы слишком дорого и нерезонно. Ну, в крайнем случае, если такое случится, на то есть мальфар, чтобы эту тучу завернуть обратно в самолет. В общем, можно найти множество аргументов, чтобы ничего не менять в своей жизни. На все из них я могу предоставить единственный контраргумент. Изучите историю создания городов. Города не создавались для людей. И сегодняшние города заселены людьми, которых сгоняли с их родных мест исключительно с целью эксплуатации, управления и утилизации. В язвительных комментариях, как всегда, звучит одно и то же. И там вас найдут. Нечего по лесам бегать. От судьбы не убежишь. А что вы будете делать, когда к вам придут зеленые человечки с автоматами? Самые миролюбивые комментаторы пишут, что за нас они, конечно, рады. Они бы тоже хотели к нам. Но нужно не уходить из системы. Ее нужно менять в лучшую сторону. С удовольствием отвечу всем сразу. Во-первых, для нас выход из матрицы никогда не был побегом. Это было осознанное решение. Следующий этап нашей эволюции, к которому мы готовились несколько лет. Собирали информацию, анализировали, изучали успешные практики ведения хозяйства, строительства печей, домов, равно как и опыт самых известных эко-поселений. В отношении того, что нужно менять систему, отвечу следующее. Прошлой, то есть в городской жизни, мы занимали весьма активную и ответственную гражданскую позицию. Вкладывали свою силу, время, энергию, а часто и большие средства и ресурсы в благотворительные проекты, направленные на образование, сохранение природы, социальные трансформации населения. Несмотря на все усилия, изменений мы не наблюдали. И мы поняли, система зациклена сама на себя. Ура-борос. И улучшение жизни человека, рост его осознанности, пробуждение сознания для системы не нужны. Скорее даже враждебны, чужды. Мы пришли к пониманию, что система не создана для людей. Мало того, она не создана людьми. Также, ну, например, зоопарк не строят животные сами для себя. Или аквариум не строит себе рыбы. Какой бы красивый и чудесный он ни был. Наш мир удивителен. В нем реализуется все, что мы хотим. И 99% населения планеты хотят именно такой системы. Заслуживают ее, поддерживают ее своими страхами и страстями. Готовы глотку грызть за свои цепи. За комфорт, зарплату, льготы, отпуск раз в год. Ка. Можем мы изменить систему. Если она нужна большинству, это будет несправедливо, да и невозможно. Один мудрый человек сказал. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Собственно, к этому мы и пришли. Мы решили создать свою систему. Свой мир. Свою реальность. И за 12 лет жизни природе мы полностью пересмотрели свою философию, ценности и цели, привязки и привычки. Более того, мы продолжаем стремиться к тому, чтобы сделать жизнь человечества лучше. Хотя бы в том, чтобы каждый имел выбор, где и как ему жить. Система такого выбора человеку не дает. Именно поэтому наш проект биосферных поселений масштабируется и распространяется по всему миру при помощи Международного благотворительного фонда. Практики интересуются, где вы берете воду, можно ли брать в лесу дрова, а как вы оформили землю, как учите детей, ну и, конечно же, вечный вопрос, что делать. Хм, интересно. Подписан ли ты на наш канал? Ютуб за последние два года аннулировал все уведомления для подписчиков. Оставляешь ли ты комментарий или хотя бы лайк под видео? Каждое такое действие помогает правде достигать большего количества людей. А что ты знаешь про биосферные поселения? Был ли ты на наших сайтах? Прочитал ли ты нашу книгу «Тотальный дауншифтинг» или «Полный апгрейд»? Знаешь ли ты о семи биосферных проектах, которые мы инициировали для сохранения лесов на нашей планете? Ссылки на все в описании к этому видео. Множество людей приезжают на ежегодный биосферный форум, который вот уже шестой раз будет проходить с 21 по 27 июня в украинских Карпатах в Биополисе. Можно вживую пообщаться с единомышленниками, обрести друзей, увидеть все своими глазами, пощупать, попробовать на вкус, искупаться в водопаде, походить по углям. А для тех, кто приехать не может, мы создали удивительную возможность пообщаться с Мальфаром вживую без купюр, не тратить деньги и время на поездку. Школа Мальфара – это еженедельное личное общение в течение шести месяцев для тех, кто ищет ответы, но не рискует приезжать в Украину, пересекать границы, вылезать из-под дивана либо из бункера. Ты не только встретишься с Мальфаром и сможешь задать интересующие лично тебя вопросы. В школе ты познакомишься с десятками интересных, ищущих, думающих людей из разных стран. Первый урок бесплатно. Регистрируйтесь прямо сейчас и до встречи на форуме и в школе Мальфара. Всем добра!